Всем здорова! С вами Лёха Ветер. Киржакова сегодня отдыхает, поэтому я буду с вами общаться. На этот раз стенд Мотобротан со всей мебелью и звуком находится в Байкленде. Сегодня 16 марта и официальное открытие нового салона, который расположился на 800 квадратных метров. Сегодня крутой скидон, поэтому тут много народу. Уже в 11 утра это 30% на все, кроме мотолизины и кроме мотоциклов. В общем, тусовка, шампанское, печеньки, дети рисуют рисунки, конкурсы, розыгрыши, призы. Вот сегодня все это дело мы организовали, это наш новый экспириенс будет. Байкленд, потому что это наши друзья, это наши коллеги по бизнесу. Они занимаются хорошим делом, они занимаются хорошей экипировкой и грех такой день их не поздравить, не приехать лично и не пожелать им просто процветания и успехов в их нелегком, но очень приятном деле. Ну, ты знаешь, вообще мы с Байклендом давно уже дружим, с руководством, вместе на мероприятиях участвовали. Поэтому не приехать на их праздник, не поздравить. Не покупать себе какую-нибудь штучку. Естественно, воспользуйся корыстной целью. Ты готов к сезону? Готовлюсь, скажем так. Насколько ты готовишься? Что у тебя осталось сделать? Наверное, основное, это я сейчас на стадии замены мотоцикла. Скоро, что у тебя еще чуть-чуть далеко, да? У меня все впереди, да. Потому что здесь большой выбор. А скидки? Играют ли роль, что такие скидоны хорошие? Скидки, конечно, да. Вы что-нибудь купили? Пока нет. Но присмотрели. Что вы присмотрели? Штанишки. Ну, давай, увидимся. Жизнь такая, что все деньги считают, конечно. Лучше покупать с дисконтом, что ли? Да не всегда, на самом деле. Я приезжаю просто потому, что в магазине нормальный ассортимент, и всегда можно что-то выбрать, что-то посмотреть. Скидки, это уже повезет, не повезет. Повезло на скидке, взял со скидкой, не повезло со скидкой, есть деньги, взял как бы просто так. И диджей Дизель для нас играет, и MC, MC Тёма Малой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжает обучатель Лайнин Владимир со своими лекциями. Он нон-стоп может говорить, просто рассказывать, как же ездить на мотоцикле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сначала мы поедем сейчас в Москву на мото-столицу. В Москву на мото-столицу? Да, или как там, мото-весна. Мото-весна, да-да. Выставка, это выставка. Сейчас мы туда, потом еще какой-то фест нам по плану, потом, возможно, я поеду куда-нибудь на юг. Ты поедешь в Крым, а я поеду в свою сторону, потом в Брест на фест, а потом мы в Грецию, оттуда в Турцию, вокруг Черного моря, через Грузию и обратно сюда. Это в июне. Это июнь, июль дальше. Планеры что-то? Июнь. А в июле дальше феста, феста. А был на Алтае? Нет. Я в Новосибирске был. А может быть, смотри, может быть, мы махнем в будущем мотоциклы на какие-то более турэндуро, но более легкие, чтобы можно было на Алтай сгонять. Потому что Алтай, мне кажется, нужно просто посетить, в принципе, нужно. Алтай, хорошо. Как и Владивосток, кстати. Нужно же каждый байкер должен сделать Владивосток. Нет, без проблем. Типа, когда надумаешь звание, да? Договорились. Я как бы это, я сижу, сижу, но у вас звание. То есть ты готов к блудню? Абсолютно. Если что, можно звонить осенью и говорить, блин, братан, продаем мотики, выставляем сейчас. Если продадим, покупаем, ну, такого полимерного класса под поездку во Владик. Например, оба планируем. Едем во Владик. И месяц. Да, через Алтай, тусим в каждом городе, ну, в большом. Без проблем. Я на подъем легкий. Я запомнил. Хорошо. У меня нормально. Фотографируют, процесс идет, на самом деле, уже 4 часа вечера. Много было сегодня народу. В принципе, круто. Я доволен. Устали, получили опыт. Опыт организации конкурсов. Всего вместе. Есть и информационные составляющие, и технические составляющие. Хороший опыт для друзей МБ. Это уже в индустрии, да, мы что-то делали, какой-то заказ. Было круто. У нас теперь есть звук. В принципе, это был довольно интересный опыт. Учитывая то, что он был первый, я очень надеюсь, что не последний. Много чего сегодня делали в первый раз. Много что получилось. Я считаю, очень успешно получилось. Конечно, есть над чем поработать. Нам нужно подумать над материально-техническим обеспечением. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!